Значит, когда говорят о возможности горячей ядерного синтеза, говорят, что эта реакция была осуществлена, потому что взорвали термоядерную бомбу. Давайте постараемся понять, действительно ли там происходили термоядерные реакции в бомбе в этой самой. Что у нас такое атомная бомба? Атомная бомба, когда разберется, например, уран-235, этот уран-235 поглощает нейтроны, потом разваливается большим количеством способов, у нас опять вылетают нейтроны, нейтроны летят, 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 взаимодействуют с другими атомами урана, нейтрон становится все больше и больше, а реакция оказывается самоподдерживающей. Мы видим, что здесь таким... С выделением тепла. Да, с выделением тепла. Мы видим, что у нас здесь должно быть достаточно большой кусок урана были взяты. Для чего? Для того, чтобы эти нейтроны успели с ним взаимодействовать. Ну, небольшой кусок, потому что поверхность взаимодействия была большая. Ну, чтобы нет, чтобы пока нейтрон летел, чтобы у нас был положительный выход нейтронов. Да, положительный выход нейтронов. Во-вторых, если некоторые из них вылетают слишком высокой энергией, они должны быть замедлены. То есть уран-235 делятся тепловыми нейтронами. Вот. То есть такова ситуация. Где-то для урана-235 это большой достаточно кусок, порядка 50 килограмм. Меньше реакции перестают быть самоподдерживающей. То есть она идет, у нас уран потихонечку разрушается, делится. Но количество нейтронов, которые из него вылетают, недостаточно, чтобы поджить вот этот маленький кусочек. Если бы он был больше, то дело бы так оно и происходило. Мы понимаем тогда, что если мы возьмем, например, кусок урана-235 и устроим там взрыв, то у нас взаимодействует нашим способом всего лишь небольшое количество атомов урана. Для первой атомной бомбы американцев количество взорвавшихся, то есть взорвавшихся, взорвавшихся атомов урана составляло всего 1,5%. То есть подавляющая... Почему взрыв-то происходят? Почему они просто не взрывы? А? Ну, за разным образом они происходят. Потому что у тебя, как это, у тебя летит нейтрон, он попадает у тебя в 235-й уран, после этого оттуда улетает несколько нейтронов. Вот они летят, нейтроны. Они попадают в свои ураны. Они тоже делятся и становятся все больше и больше. Цепная реакция. Да, цепная реакция. Это у тебя взрыв. Если у тебя, допустим, здесь поставили стенку, да, у тебя закончились атомы, атомы, да, то нейтроны у тебя улетели, никакой цепной реакции у тебя не произошло. Мало их слишком. Или они находятся на большом расстоянии между собой. Тогда нейтроны куда-то там улетели и не долетели до этих атомов урана. Вот такова, так работает атомная бомба. То есть первая атомная бомба, они представляли из себя вот такой цилиндр, набрали оружейный, оружейный ствол оружейный. Здесь был такой цилиндр, а здесь был тоже такой цилиндр, но с отверстием посередине, с плоской. Провосходил взрыв, и вдруг и на друг они надвигались. И в результате вот эта пулька попадала в этот цилиндр. Они превосходили критическую массу, происходил взрыв. Но недостатком у тебя здесь было то, что принимали участие незначительное количество атомов урана. В сегодняшних термориевых боеприпасах взаимодействуют у нас практически 50% атомов урана или плутония. То есть сейчас тут ядерная реакция. За счет чего этого достигается? Вот, это значит первый наш результат. Мы видим, что первые атомные боезапасы, атомные бомбы, к сожалению, занимались тем, что их взрывная мощность была где-то в 50-40 раз меньше того, чем она могла быть. То есть бомба работала крайне неэффективно. Мой тезис, который я отстаиваю, что термоядерное оружие, оно ни в коем случае не является термоядерным. То есть основная часть энергии там берется не за счет термоядерного синтеза. А объясни, в чем там, в чем отличается термоядерный атом? Значит, первоначально коктейлер предлагал, а давайте мы сделаем так. Вот у нас будет большое количество тритий и дитерия, мы посередине взорвем атомную бомбу. Тогда у нас здесь окажется такое большое количество температуры и такое количество высокой энергии, что вот этот дитерий и тритий начнем взаимодействовать друг с другом. Дитерий плюс тритий. У нас возникло определенного рода усиление. И они в такую бомбу в 52-м году взорвали. Они взяли бак, ну там, струхэтажный дом размер, жидкого диетерия с трития, взорвали его и атомным зарядом. И что-то там получили. Работать с этим было совершенно невозможно. Почему? Потому что когда ты взрываешь эту бомбу, у тебя диетерий и тритий начинают разлетаться гораздо более эффективно, быстрее, чем уступают между собой в реакцию. Самое смешное, что эта схема потом пригодилась. Появилось так называемое нейтронное оружие, нейтронная бомба. Она состоит не в том, что там происходит какая-то термоядерная реакция. Люди абсолютно не правы. Ты взрываешь некий первоначальный запал атомный. У тебя здесь находится диетерий и тритий. Диетерий тогда у тебя начинает распадаться на протон плюс нейтрон. Нейтрон обладает очень высокой энергией. Есть надежда, что от такого атомного запаса вся его энергия практически перейдет в энергию нейтронов. Нейтроны полетят и убьют все живое. А все неживое сохранится и будет пригодно к использованию. Считали, что это типа гуманное оружие. Взрывем, все люди в анетаспортерах погибнут, а в анетаспортеры нам окажутся нужными. В конце 70-х годов, начало 70-х, от этого оружия тоже отказались американцы. Почему? Потому что выяснить, что нейтроны обладают такой высокой разрушающей мощностью, что они наводят радиоактивность. То, куда они попали, эти нейтроны, после этого оказываются обладающие вторичной радиоактивностью. И пользоваться им все равно нельзя. То есть, может быть, разрушение-то оно небольшое, но пользоваться этим бронетаспортером, мостом, домом, откуда убили все живое, дезинфицировали таким образом, все равно пользоваться не будет. Оно будет опасно и будет радиоактивно. Но я хочу обратить внимание, что в этой первой схеме термоядерного синтеза, несмотря на то, что они думают, ни в коем случае не идет. Я долго думал, что у нас первоначальная установка именно такая. На самом деле, подожди, там термоядерный у нас наоборот, термоядерный бунт, у нас ядерный заряд взрывается снаружи, сдавливает ядро внутри, и внутри происходит уже диетерия. Ну вот, тем не менее, и такое-такое тоже осуществить не удалось, по большому счету. Удалось осуществить вот такое. Я очень сильно удивился, когда всерьез задумался над тем, как устроена термоядерная бомба. Устроена неправильно образа следующим образом. Вот здесь у нас есть некий триггер, некий запускающий атомный заряд. Он взрывается, после этого возникает гамма-рентгеновское излучение, которое отталкивается от стенок, да, здесь, от излучающихся. Оно приходит на некий второй контур, в котором есть цилиндр, заполненный опять диетерием и тритием. А на самом деле он заполнен диетеритом лития-6. Литие – это третий элемент системы Менделеева, и когда в литий попадает один нейтрон, у нас образуется гелий, и опять-таки третий. А диетерия, он входит как состав этого диетерита лития. Поэтому у нас здесь источник нейтронов. Вот. После этого у тебя происходит какая-то реакция. Но если бы у нас была термоядерная бомба, то у нас бы сицвин в этом самом деле не был. А здесь у нас посередине стоит основной ядерный запас. Либо из плутония, либо из урана. Обратите внимание, да, на это? Как происходит реакция? А реакция происходит следующим образом. У тебя здесь высвобождается большой поток нейтронов, и этот поток нейтронов делит основной запас атома от урана или плутония. Если в обычной атомной бомбе у нас включается в работу, в разрушение, включается несколько процентов урана, допустим, то здесь, в нашем случае, включается он практически весь. Почему? Потому что диетерий и тритий дают нам источник нейтронов, который облучает наш центральный заряд. Центральный заряд взрывается, и происходит то, что происходит. То есть два атомных взрыва? Два атомных взрыва, совершенно верно. Не атомные термоядерные, а два атомных взрыва. Диетерий и тритий являются не источником термоядерной реакции, еще раз повторяю, а являются всего лишь источником нейтронов, или второго атомного взрыва. Вот это факт очень интересный. И надо понимать, что все физики, которые этим занимались, на самом деле эту ситуацию абсолютно правильно понимают. Дело дошло до того, что я видел последнюю статью в Википедии про термоядерную бомбу. Они там честно написали, что в термоядерной бомбе 85% энергии берется за счет взрыва атомного заряда. Вот такая странная вещь. Это еще один секрет полишинеля. Секрет полишинеля состоит, что термоядерное оружие, нифига себе, не термоядерное оружие, а просто усиленное атомное. Обычное ядерное, на уране, на плутоне. Вот именно, вот если вдуматься в эту конструкцию, она вот именно так. Если бы, еще раз, если бы это было не так, а у нас был бы имел место быть термоядерный синтез, то у нас бы в середине не было вот этого атомного уранного или плутонного сердечника, который дает нам основной взрыв. Вот как интересно. Результат разный от взрыва атомной бомбы и термоядерной. Честно, ведь термоядерный не в том, который... А в каком? А в термоядерной был бы всего один эксперимент поставлен в чистом виде. Вот это когда этот бак жидкого диетерия, жидкого водорода взорвали. Я результатов особых не знаю, там есть что-то там нет. Разницы нет между взрывом термоядерным и атомным? Ну вот. Я не знаю, вот Кузькина-Мать знаменитая, да? Утверждается, что там большая часть энергии получена за счет термоядерного синтеза. Что за Кузькина-Мать? Ну и Хрущевская, 58-мегатонтная бомба, сброшенная там в 61-м году на новую землю самолета. Ну, пока же она Кузькина-Мать. Да, вот она самая, которая оказалась самой здоровенной бомбой, которая была взорвана в истории. Вот. Она тоже вот по терминерскому вот этому типу у нас сделана. А ось земная сблинула? Не знаю. Ну, есть еще. Ну, стоять же земную ось, спроси у нее. Не-не-не, на самом деле есть на основе. Ну, не знаю. Вот она была 58-мегатонт, такая штука. Значит, как эту ситуацию можно еще усилить? Можно ли эту ситуацию усилить? Ответ. Можно ее еще усилить. Если вот это снаружи поместить в громадное количество 238-го урана. А 238-й уран делятся нейтронами. У нас отсюда вылетают нейтроны, здесь 38-й ими делятся. Просто у него выход отрицательный, у него меньше образуется нейтронов, чем ему требуется для деления. Ну, тут-то нейтронов у нас много. Поэтому, изначально, хотели сбросить на новую землю, на несчастную, на этих, на медведей, оленей, на кого там есть, 100-мегатонную установку. Но, в конце концов, вот эти штуки пытались заменить обычным свинцом. И оно оказалось в два раза меньше. В этом есть история, которая предлагала, быть может, Сахаров, но с Сахаровым это дело связывают, по поводу того, чтобы к нам расправиться с Америкой. Но самый простой случай, это когда туда, путем баллистической ракеты, доставляем термоядерный боезапас. А можно поступить очень просто, говорит он. Корабль, торговый корабль, он плывет, далеко не входя в территориальные воды США, он сбрасывает туда воду контейнер. Этот контейнер состоит... Теряет. Да, теряет, да, теряет. Правильно, теряет контейнер. Этот контейнер состоит из подобного рода сердечника, из дейтерита лидия, и атомного, да? Всего случайно. А окруженный бросовым ураном 238-м, из шар, ну просто из отвалов. Его уже 99,3% 238-го урана, в общем численности всего урана. Вот он окружен. И в определенный момент, когда это нужно, мы вот этот центральный ядерный заряд там взрываем. Поскольку у нас здесь есть как бы много... Не мы взрываем, а он случайно детонирует. Ну лития, да. Лития как бы так, у нас много здесь есть, диетерита лития. У нас образуется громадный поток нейтронов. Этот громадный поток нейтронов делит 238-й уран, которого там находится десятки тонн. У нас уже возникают бомбочки такие, взрывы под водой, равные примерно 100-200 мегатонн. Тут точно сдвигается ось, безусловно. А в Японии сразу нет? Да, в Японии сразу нет, да. Если нет, то у американцев у них свой дефект, мы же все знаем, что у них все население развитое находится на побережьях. У нас там около Лос-Анджелеса потерян такой контейнер, возле Нью-Йорка потерян такой контейнер. Везде потеряны такие контейнеры. А может, я не зря по лунной лодке? Да я думаю, нет. Я думаю, нет. Я думаю, вот это. Это они не ломаются, они просто закладываются. Я хочу заметить в эту самую вещь. Когда вот такую 58-мегатонную штуку взорвали, утверждают, что большая часть была за счет термоядерного синтеза. Кем и как это доказано? Когда все люди, которые с этим реально имеют дело, они понимают, что при такой конструкции бомбы террировской, ясно, что у нас происходит не термоядерная бомба одна, а у нас два атомных. Сначала первый запал и второй, который у нас является основным. А гетеррит лития у нас является всего лишь источником нейтрона, для того, чтобы у тебя вторая реакция атомного синтеза произошла наиболее эффективно. И мы видим, что у нас термоядерный синтез, даже не управляя в ее форме, оказывается весьма проблематичный. То есть весь смысл состоял в том, что термоядерную реакцию мы не наблюдаем нигде? Ну, надо посмотреть, наблюдаем ли ее. Она, может, там и идет, но она носит помочный характер, да. Ну, непосредственно она больше. Такой, таких нет, правильно, да. Непосредственных доказательств я не вижу, по крайней мере, мне они неизвестны. Но осталось только Солнце рассмотреть. Нет, еще у нас искусственный эксперимент, но, скорее всего, кто-то найдет. Но, скорее всего, это как у тебя, ты разогнал, грубо говоря, один атом, один диэтрон, разогнал, разогнал и стукнул им по мишени из таких же диэтронов. Ну, и получил некий результат с небольшой вероятностью, то есть там, ну, такая вероятность небольшая. Ну, вот. То есть в одиночных актах она идет? Да, в одиночных актах она идет, но в ускорительной этой штуке, да, идет. То есть это при специальных условиях, там, прочее? Ну, да, 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 это точно идет. Я очень честно, честно хотел, чтобы она там не шла, провел определенные годы исследования, ревел благе матом, просите, покажите мне. И народ мне показал, наконец, статьи, из которых следовало, что эта реакция реально идет. Потом там тоже была интективная история. Потому что в начале... По самому вопросу о управляемой термоядерной синтезе, это не лишена смысл? Да, да, да. То есть она говорит так, что она вообще как бы не имеет научного основания? Да, но с другой стороны, надо сказать, что она имеет большое количество подводных камней. При ближайшем рассмотрении оказывается, что простая система из протона и нейтрона, лишенная кулоновского барьера, не приводит у нас к ситуации синтеза дитрона. Раз. Во-вторых, то, что люди ссылаются, что бомбу там все-таки взорвали, не является доказательством того, что там в основе этого лежал термоядерный взрыв. На самом деле мы всего лишь использовали поток нейтронов для более эффективного взрыва основной центральной атомной бомбы. Вот такая вот эта вещь. И хочу обратить внимание, что все это является еще... Когда человек конструировал водородную бомбу, и получается, люди уже как бы изначально понимали, что не будет термоядерной... Да, 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 Гинсбург понимал, да, разумеется. Вот это, который он продал для тренировки. Он не мог этого не понимать, он, безусловно, это понимал. С одной стороны, там термоядерный синтез тоже идет в каких-то количествах, поэтому можно сказать, ну, когда им приходят люди в синих фуражках, НКВД, спрашивают, а что ты тут такое делаешь? Говорят, да там же термоядерный синтез идет. Но с другой стороны, они владели данными разведки, по всей видимости, они понимали, что все попытки Тейлера осуществить вот эту реакцию, они были неудачными, и в конце концов пришли к этой штуке. Наши ребята рассказывают, что наши вот до этой Тейлеровской схемы вот этой дошли сами. Ну, он, скорее всего, может быть, опять украли, как и атомный вон. Ну, уже нельзя сказать, что уж прям более сложно. Вполне могу и зайти. Ну, это не тривиально, между прочим. А в таком маке, что они там, да, термоядер несколько секунд держат? Да, они берут вот эту Дейтерию, его разогревают, и под высоким давлением держат в некоторое время в ячейке, в поле. Ну, в вакууме, вакууме, нет. Там-то термоядерный? Не идет. Ну, как идет, если они держат ее, они видят ее? Не видят они. Вот этим вопросом тоже интересовался. А у тебя что является источником этой реакции? Какой критерием является? Ответ они говорят тебе. Нейтронное излучение. Фиг. Когда ты Дейтерия, ты там держишь, у тебя сверху высокая температура, у тебя Дейтерия разваливается. А из Дейтерия получается прото плюс нейтрон. Вот этот нейтрон ты и видишь. Что у тебя должно быть источником тогда, чтобы ты там это делал и увидел? У тебя должен быть вот эта реакция вот такого типа. Дейтерии плюс Дейтерии, ты вот там держишь, держишь, держишь. А на гели-3? Гели-3. Плюс нейтрон, плюс энергия. Вот такая вот это должна быть реакция. Вот такого типа. Тогда сказать, что у тебя там идет эта реакция, как можно? Ну, как ты гелий там обнаруживаешь? Во-во-во, надо поискать гелий. Ответ. Не обнаруживается там гелий. Читал переписку у одного господина, который со мной участвовал в дискуссии, с Фортовым и прочими академиками. Они ему в этой переписке, ему они отвечают, а мы его не искали. Он спрашивает, как так? А мы на Этерии поищем. А вот на Этерии этот эксперимент будет, что ли? Они не искали гелий, понимаешь, за все эти годы. Они все, что это фиксировали, это нейтроновое излучение. Странно очень. Я сам удивился. Я когда это устройство этой бомбы увидел, мне все казалось, что это все очень просто. Ну, типа так, Сергеичник, который взрывает там гетерию третьего смесь, там происходит термоэтирная реакция. А когда я вот на это дело увидел, что оно вот так нетривиально работает, а вот так не работает никак, я очень удивился. И вот тебе этот гелий-3, тебе надо искать. Нашел гелий-3, значит у тебя идет синтез. Не нашел этот синтез, значит это. Потому что, ведь... Значит, у тебя просто распад гетерии. У тебя, может быть, третий также может разваливаться. А, грубо говоря, при такой температуре, что происходит с гелиями? Ну, он реализируется, безусловно, но и трое есть, ты его должен поискать. Но мы сейчас можем реально отдельные штуки искать. Вот его надо поискать. Нет, на самом деле странно, что при взрыве идет синтез, а не распад. Да. Мы же его разогреваем сильными магнитными полями. У тебя гетерий, он не стойкое образование. Это может, конечно, образовываться, но не стойкое именно, что он и дальше распадается. Да, гетерий у тебя распадается на протоны плюс нейтрон. Ты нейтрон этот видишь. Протон у тебя заменит заряд, он у тебя держится в середине ячейки. А нейтрон заряда у тебя не имеет, он плохо держится. У тебя есть поток нейтронов. Вот еще, по связи с этим, я хочу рассказать следующий эксперимент. Так называемый фузер появился. Вот недавно объявили, где-то месяц назад, что 13-летний британский школьник построил термоядерный реактор. Дома, что ли? В школе. Не, в школе-то больше нет уже? Не, в школе есть. Ты ангелия. Я начал этим вопросом, но тут же интересовался. Я, конечно, будучи дебилом по своей природе, в эту штуку не поверил. Так самое смешное, что реально построил, что 70-х годов они известны. Работает он вот так. Сейчас его нарисую. У тебя здесь большая камера, вот такая большая камера. Посередине сетка, у нее напряжение 16 кВт, то есть 16 кВт, вот сетка. У тебя здесь, когда он летит, у тебя тот же самый элитерий, то есть тяжелый водовод, он ионизируется. И он сюда, на эту самую решетку, идет под, ну, ускоряется, по высоким потенциалам. Потом он решетку эту пролетает, представляете, да? И в центре вот здесь, везде сталкивается. Вот здесь. И у нас действительно идут реакции типа какого-то нашего термояда. Они просто очень редки. У нас образуется поток нейтронов. Сразу же у меня вопрос, я просто не знаю физических данных. У нас поток нейтронов, в котором мы в этом деле профессируем, за счет вот таких реакций, или за счет опять распадения элитерия? Я этого вопроса пока не получил. Как школьник имеет доступ к ДТ, и как у них там все? Ну, это любой человек ты можешь тут же купить. Значит, обошелся, но он в полторы тысячи британских фунтов, вся эта установка. ДТ не может купить? Значит, я не помню фамилию человека, да, конечно. Я не помню человека, который это дело впервые сделал. Это известный американский изобретатель, который занимался постройкой телевизора, но его схема лучшему... А здесь сам элитерий не распадается со взрывом? Почем? Просто сам, ну просто, как-то, свободно веди. Нет, он стойкий. Он все-таки мегалитрон-вольт. Значит, когда везде водород выделяется, а не элитерий, по всей реакции? Ну, в элитерии есть водород. Ну, я понимаю, но именно водород в этом... Какая там процентная соотношение? Там, значит, порядка тысячи процента элитерия в обычном водороде. Порядка тысячи процента. Ну, ты можешь сказать, что он все-таки на везде есть? Что? Значит, нет, его можно выделить. Можно купить. Ты можешь взять тяжелого-тяжелого водорода, просто купить можешь в магазине. Долго, денег стоит, конечно, но ты его можешь вывезти. Он очень легко. Он же в два раза, смотри, он же в Детерий два раза тяжелее обычного водорода. Поэтому ты его можешь очень легко гнить. По массе просто. У тебя, грубо говоря, первая отставляется, а вторая отличается за тем, что у тебя отставляется выделение тепла. Если ты видишь, что у тебя тепло выделяется, извини меня, это и означает, что у тебя идет термояд. А там тепло не выделяется, у них количество подведенного тепла намного превышает количество выделяемых реакций. У тебя в центре висит плазма, которую ты либо магнитными полями нагреваешь, либо лазером. То есть ты подводишь туда энергию. У тебя выход энергии гораздо меньше. А в первой вообще нет никакой энергии. Ну, никакой нет. Какая-то должна быть, хоть какая-то разница должна быть. Ну, она отрицательная. Отрицательная. Какая-то отрицательная, потому что у тебя выделяется энергия. Если у тебя есть термояд, то энергия выделяется. Больше или меньше она выделяется. Ты можешь только энергию суммарную посчитать. Ну, какая разница суммарная на суммарную. Если у тебя в первой реакции вообще нет выделения энергии, а в второй есть. То есть разницу ты этого что-нибудь не почувствуешь? У тебя в этой реакции в сумме отрицательная энергия. Здесь у тебя... Да, Димаша, какая она отрицательная. Здесь у тебя отрицательная. Разница? Не можешь посчитать, да. Не можешь посчитать ты эту энергию. Причем сегодня фузер. Да. С фузером, ну, вот ты эту решетку можешь сделать, поставить этот генератор. На складе у себя можешь существовать спокойно. То есть можно маленький чемодан через зону? Не маленький, он такой, как шарик вот такой стоит, небольшой. Ну, сейчас же стоит проблема, типа маленькой атомной бомбой чемоданки. Ну, не атомная бомба, вот ты порваешь очень много энергии, получаешь очень мало нейтона. То есть у тебя здесь... У тебя распределение Максвелла, вот для этого школьника, да, и оно у тебя вот здесь где-то там, на самом конце он туда работает. То есть у тебя, когда ионы здесь разлетаются, они у тебя распределены по энергию Максвелла. И у тебя взаимодействует только с самых острых. Ну, то есть единственное, что он из этого эксперимента увидел, это поток нейтрон некий. Да. А что там происходит, неизвестно. Нет, вот я тоже так думал, но похоже, что все-таки люди знают, что там такая реакция идет. Как несомненно, что она... То есть она там обнаружит гель, гель там есть или нет? Да. Вот я вот этого не знаю. Я вопрос людям задал, но никто мне ничего не ответил. Я последний, как пока инфрессоры не пошли, что 13-летний школьник построил термоядерный реактор. Я вообще до таком устройстве не знал. А нет, нормальная оказалась установка. Почему она хороша? Потому что она источник нейтронов, но источник нейтронов очень удачный. Ты включил рубильник, у тебя нейтроны появились. Выключил рубильник, нет нейтронов. А если, когда ты берешь какой-нибудь нейтронный радиоактивный материал, который нейтроны тебе дают, ты вот так не выключишь рубильник. А как он эти нейтроны фиксировал? А? А датчики стояли диггера? А, я думал, на соседнем мальчике. Это ему плохо. Ну, на себе было, на себе было. И у них оказалось, что... С такой же скоростью должны атомы и диетерия лететь на все еще друг к другу, чтобы при столкновении они могли развалиться? Нет, я думаю, что там синтез идет, еще такой обычный. То есть для того, чтобы разогнать до такой скорости, какой же нужен размер камеры? Да я тебе говорю про хвост, я тебе говорю про Максвиловский хвост. У тебя камера может быть очень маленькая, просто у тебя всегда будут... То есть один на миллион? Да-да-да, реже гораздо. Гораздо реже, да. Гораздо реже, чем один на миллион. У тебя летят, летят большое количество ионов. Среди них есть достаточно много высокоэнергетичных. С высокой энергией. Они там у тебя в середине статуи, и тогда они находят себе такого же друга, высокоэнергетичного. У тебя появляется, у тебя идет источник нейтронов. То есть эта система, она жрет энергию со страшной силой. Ты получаешь мало нейтронов, но необходимость постоянно придерживать здесь 16 кВт напряжение. Она такая светится красиво таким синим цветом. Это у тебя в телевизоре говорят 25 кВт. Да. Он забирает телевизор. Так и какой энергии она там? Сколько она там? 25 Ватт килет энергии? Не знаю, но... Трубки 25 кВт? Да. 25 кВт. Кто начинает трубку? 25 кВт. 100 Ватт и 25, ты что? Ну пусть 100 Ватт, а весь телевизор 100 Ватт. А если просто этот сам, весь телевизор 100 Ватт? Не знаю. А если просто трубку взять, то там... Ну, я хочу сказать, что нейтронов мало. Нейтронов мало, а энергия она жрет много. Ну, так что это? Просто получается, как говорят, это из генератора нейтронов, да? Да, получается, да. Ну, вот мне был интересный вопрос. Идет ли у тебя здесь реакция термагинного синтеза или просто развал нейтронов? Я на этот вопрос не получил ответа, потому что хотелось бы иметь эти данные. Мы можем уже, сталкивая два нейтрона, скажем, за счет чего-то, мы их сталкиваем, у нас появляются, ну, не знаю. Вот, например, как у нас источник нейтронов... При каких условиях развалится нейтрон? Что нужно, чтобы он развалился? Ну, теоретически достаточно 2,2, так называемое фоторасщепление нейтрона, когда мы его гамма-квантами облучаем, и он развалится. В данном случае, за счет чего он развалится? А за счет, я вот не знаю, за счет чего он здесь развалится, но, скорее всего, если мы будем их соударять между собой, то поздно или рано там появятся, как бы, энергии такого масштаба, что он будет сам разваливаться. Вот, знаешь, что я вот знаю? В ускорительной физике, как получают нейтроны? Они берут диетерию, ускоряют его, и бьют поберегивыми шеями. И тогда он разваливается. Ну, то есть, во-первых, удар был, то есть, у нас должна быть энергия взаимодействия с чем-то, чем достаточно большая. А здесь нейтрон с нейтроном. Поэтому вот этот вопрос, я его подвесил, на самом деле. Ответа я на него не знаю. Доказано ли, что здесь появляется ГЕВИ-3? Скорее всего, доказано. Но это работа 70-х годов, и говорят, что, например, ВМФ США настролог штук 200. Подобного рода. Выдержал? Да. Для чего? Ну, для каких-то своих целей. Чтобы школьников раздать? Ну, вот. Ну, это, конечно, поражает воображение, что обычный школьник американский, американский, британский. Может, это был карлик? Нет, он не карлик. Наряжный подшкольник. Это дело, конечно, может построить. Но я осмотрел оснащение американских школьных лабораторий. Удивительно. То, что у нас на ФИСФАКе нету. Ну, как теперь, потому что мы дерьмовая страна, дерьмовая экономика. У них, например, в штатные, в американские школы входит аппаратура для опыта меликена, допустим. Это опыт, в котором было заказано существование электронов. Вот. Специально оборудовали. А если вы вспомните, как у нас была оснащена, как бы, в одной из лучших физма школ страны лаборатория, да? Ну, шарик скатывались с половой горки. Да, горки. Да, горки. Высчитывали, работают ли, закона и нету. Да, да, да. Даже на ФИСФАКе таких нету. Да, даже на ФИСФАКе таких нету. И вот он это дело сделал. Поэтому, вот, может быть и прав, что действительно в термоядерной физике такая штука как бы идет. Другое гелий является, я считаю, что является критерием гелий-3, а гелия-3 никто не искал. Странно. Странно. Действительно странно. Но, когда мы занимаемся термоядерной физикой, когда начинаешь штука сувать туда вновь, у нас возникают везде вот эти странности. Протон плюс нейтрон, реакция не идет? Странно. Что вот так термоядерная бомба устроена? Странно. Что гелий-3 не искали? Странно. Везде одни странности, просто. А машина работает? Миллиарды... Ты существуешь, не странно. Миллиарды выделяются. Да, миллиарды выделяются. Столько вращается. Тое существование для тебя не странно? Странно. Так, а может быть здесь есть фактор какой-то сокрытия информации, секретности все-таки? Ведь испытания же того же ядерного и водородного оружия же проводились? Или нет? Водородного проводились? Ну, вот такая гипотеза. Такая гипотеза. Я так полагаю, что все вот это является секретом Палишинеля в Силович. То есть, ну как, типа того, что все знают, кто к церкви имеет отношение, что благодатный огонь зажигают свечкой в комарке. И свечки движущиеся с иконой, там икона сдвигается. А? Икона движется в сторону, да. А что икона движется, и свечка зажигается. Все это знают, но с другой стороны... Ну, но... То есть, это не афишируют, но для широкого круга мы понимаем, что у нас там происходит чудо сошествия благодатного огня, что он там и ждет первые минуты. Но он, например, жгет, и много случаев этой бороды повели. Здесь примерно так же. Когда ребята вот эту слойку сахарную или слойку Гинсбурга, они создавали, создавали эту бомбу вот в этой схеме, они отлично понимали на самом деле, что если под эйтерию стукнуть интенсивным гаммой, рентгеновским излучением, то эйтерия развалится. А протоны никто. Слушай, а если поджечь его благодатным огнем? Вот тоже, наверное, как-то. Смысл тогда столько лет заниматься горячим термоядом, если изначально понятно, что он не работает и толку в нем нет. Но в каком-то смысле он работает, наверное. Ты давно не понимаешь. Благодатный огонь не сходит каждый год в одно и то же время. Да. Тысячу лет уже. Да. Может быть это какое-то объяснение, что надо поджечь вот это все благодатным огнем и все пойдет. Подсказка тебе. Тысяча. Ну, странно. Все это странно просто. Ну, это, понимаете, это, скорее всего, просто секрет по решению. chainsa Southismoe одnh Вы знаете что такое секрет по решению? Это секрет, который все знают. Да. Который имеет к этому отношение. Нет, который вообще все знают. А параллель能 приходит и говорит, это секрет, секрет. Которые, все знают. Ну, это все, которые имеют к этому отношение, все посвящены. Они все это знают. Ну ли, это получается заведомо, зная, что занимаются ерунной и занимаются ерундой? Ну они не считают, что так. Они считают, что у них там что-то идёт, но вот про термоядерную бомбу, она почти не термоядерная, а в основном усиливая атомная, они, конечно, это понимают. Ну а что, она же работает, она усиливает, ещё как. У тебя там не проценты урана. Ну а как же им в голову не приходило померить наличие гелия? А надо почитать, что там Фортов пишет. А как, теоретически или практически? То есть практически, ну и золотая пространство же, там не испаряется же никуда. Что, проявили термоядерную реакцию, выключили электричество и померили, что там у них внутри? Вас послушать к ней вообще никакой науки нет, есть только какие-то секреты повышенные и всё. Ну Влад, ты не так далёк от истины. Я просто хочу сказать, что если у тебя в основании науки лежит факт, что у тебя протоны, нейтрон, не взаимодействует, приводя сообразование с диетерием, то действительно у тебя с физикой становится всё очень проблематично. Вот Переслегин, который является военным историком о современной физике, говорит о ситуации военного сражения. Он говорит, что мы сейчас находимся не на переднем плане физики, а находимся в ситуации глубокого окружения. То есть у нас сзади, позади нас, мы пошли куда-то ещё, находится враг противника, то есть проблемы, которые у нас не решены и которые угрожают всему нашему зданию. Так у нас с физикой произошло, она куда-то ушла, а в основании есть некоторые факты, которые по большому счёту замалчиваются. Их не афишируют, то есть считается, что есть понятие некого хорошего тома. Почему у нас был очень хороший семинар, который я считаю, был проведён по козырю, да? Почему? Потому что у нас был проведён психологический эксперимент над мальчиком, то есть над Антоном, который привык верить авторитетным дядям. И когда этот каратильный мир разрушается, возникает истерика. Вот. Такова… – Преять всю жизнь в то, что не является правдой? – Да, но вот с тем же моим любимым холодным ядерным синтезом. Вот Флейшман и Понс провели эксперимент. Но вы хотите проверить их данные. Погласите Флейшмана и Понса. И проверьте, вот они перед вами что-то сделают, и вы проверьте, почему две лаборатории в Калтехе и Массачусетском университете что-то сами такое сделали от балды, нигде ничего не опубликовали, сказали, что всё это невозможно. В результате мы 20 лет потеряли. Сейчас тоже в Массачусетсе выступают люди и говорят, что те тогдашние проверяльщики фальсифицировали данные. – Флейшман и Понс – это был электрохимический эксперимент, что на палладиевых, происходила электроэлектрическая реакция на палладиевых катодах, в этой среде, в которой помещен дитерий и водород. У тебя там происходила тремоядерная реакция, когда водород у тебя синтезировался на палладиевых катализатор, на электроне. Никаких тебе высокой температуры, ничего подобного. Я вот сегодня немножко об этом поговорю, тоже чуть-чуть позже. Но я хочу заметить, что физика работает как некий социальный институт. Поэтому сравнение с благодатным огнём здесь чрезвычайно уместным. Потому что церковь является социальным институтом, физика является социальным. – Ну, с преддвериями завтрашней Пасхи. – Да. Физика, они являются социальным институтом. И в этом смысле они развиваются совершенно, абсолютно одинаково. Во всей науке происходит дело примерно так, что сначала кто-то предлагает какой-то странный эксперимент. На это дело учёные набрасываются. А, говорят, мы его сейчас ногами запинаем, покажем, что он дурак, что он идиот. – Не получается. После этого наступает другой период. После этого учёные начинают этот факт просто-напросто игнорировать. Когда появляется новый факт подобного, они игнорируют его и так далее. Это считается плохим тоном. К сожалению, ситуация, она такова, что физик или учёный, другого учёного перебудить не может. У нас решение картин мира, она связана, в первую очередь, с вымиранием. То есть он умирает одно поколение, на его время приходит другое поколение. Но, к сожалению или к счастью, в США, которые определяют наши вещи, решена радикальным образом проблема длительности жизни. Девяносто, девяносто пять лет – это нормальный более-менее возраст, ещё функционально работающего, дееспособного учёного. Всё это вполне возможно. То есть вот. Ну как к счастью, к счастью это. И это вот такая инертность социального института, она сказывается очень отрицательно. Я понимаю, почему наши ребята писали отрицательные заключения на холодный ядерный синтез в начале 90-х годов. Потому что была по большому счёту катастрофа. Сотни отраслевых институтов закрылись. Каждое же институт, каждое же ведомство имело свои отраслевые исследовательские институты. Они закрылись. А эти, которые находились под Академией НУК, у них тоже была подобная водоопасность. Поэтому всякие попытки критиковать идею горячего такомачного термояда, они представляли большую опасность для существования сотен учёных. С точки зрения медленения средств. Да. Просто существование их, да. Профессии куда-то ещё. Поэтому никаких научных работ привлекающих нету. Вместо этого есть такие странные изъявления того же Евгения Александрова или кого-то ещё. Про торсионные поля тоже это замалчивает науку? Да думаю, их нет просто. А может есть. Но они по-другому услышали. Они торсионщики ведь точно так же говорят, что… Да нет, ну надо же всё-таки отличать каких-то маразматиков всяких, как бы действительно учёных, которые… Нет, ребят, ну поймите, что… Кто будет определять? Кто будет экспертами, которые будут считать, что… Нет никаких экспертов. Нет. Что же они предлагают, конечно, но она такая фиговая. Ну вот. Ну я не знаю, господа, как вот с этим быть? Как вот бороться с социальным институтом? Так они торсионщики по полям-то бегают, Англия-то. Закручивают колоски. Нет. Ну похоже, что это толпы торсионщиков. Они не бегают, чтобы доказать, что они есть. Шульц же рассказывал, что проводили исследование, получилось, что 80% это фальшивка от этих колосков. 80% это торсионщиков? 20% настоящих, да. Нет. Там очень сложно по-настоящему сделать. Там их уже надо не сломать, надо так, чтобы они в каждой точке были изогнуты. Поэтому их структура разрушалась, но они продолжают свистеть, там что-либо еще. То есть это сложно. А то они настоящие торсионщики. Игорь Юрьевич, а у меня вопрос. Так а в чем заслуга академика Сахарова, когда вот по истории, как я помню, что он был и возглавлял теоретический отдел при разработке ядерного оружия. Такой же что, разрабатывал вот, обосновывал вот эти, ну как говорит, варианты того, что вы сейчас озвучили до этих реакций? Ситезы или анализы? Да. Конструктив вот этого рисунка. В качестве рабочего тела, насколько я понимаю, либо он, либо Гинзбург, использовал дейтерит лития-6. Вот. Вот для этого этого использовал. Это достаточно была интересная вещь, потому что литий, поглощая нитрон, у нас разваливается на геле литритий. Таким образом, а третий добыть в мире очень сложно, почти невозможно. Он один из самых дорогих, к счастью, на Земле. Потому что встречается очень редко добыть его. А здесь мы получили внутри атомного оружия, если у нас есть источник нейтонов каким-то, получили источник трития. Вот. В этом ему, конечно, неприходящая заслуга. Как у них там дальше делились дела с Гинзбургом и Сеной, впрочем, тут, я не знаю. То есть термояд был, но был он не сам по себе, а для того, чтобы взорвать следующий заряд атом? Он даже, может быть, и не был термояд. Термояд был только яд. Да, был только яд, только источник нейтона, быть может. Хотя такая реакция термоядерная может там тоже идёт, надо же разбираться точно. Она может идёт, поэтому если бы его, а, кстати, на тот момент Берия-то был жив, да, если бы Берия его поставил, перед очень светлой, спросил, а скажи, кроме духу, а есть ли у вас термоядерная там реакция? Он отметил смело, что термоядерная реакция у нас есть, но то, что она не является основной, а основной является подрыв большим потоком нейтрона основного атомного, то есть уранового или плутониевого заряда, он бы спокойно об этом умолчал. Хотя вполне возможно, что Берия тоже знал. Так, а вообще по истории, там же при изготовлении водородной бомбы, они же проводили какие-то ещё натурные испытания? Я что-то вот сейчас забыл просто эту историю, техпроцесс вот этот весь. А какое натурное воспитание? В чём они состояли? Нет, я говорю, что были же какие-то, наверное, натурные испытания, там взрывы какие-то или что-то, не помните это? Не знаю, чего это взрывали. Там просто можно взорвать, либо не взорвать, по-моему. Взрывов-то много было проведено. Много? А вы знаете, что благодать на огонь однажды не сойдёт, и это начнётся до конца этого, конец времени? И что я ждал, что сейчас не сошёл бы, значит мало ли задули там свечку. Не, я тебе могу сказать, я тебе не в состоянии просто предложить физический эффект подобного рода силы. Торсён на меня что творишь? Ну что, тогда заканчиваем, да? Ну вот эту, да, тему заканчиваем, да. А, может быть там зажигалка ещё на всякий случай, вдруг затопнет там, значит ветерок подует или ещё. Как олимпийский огонь. А сырости там задует, или тогда это случай второй. Зажигалка, конечно. А если зажигалку вдруг? Да, пока мы говорим. Значит, я фамилию господина этого не помню, но судя по всему он петербуржец, потому что была книга, есть какая-то книга он издал по поводу того, что термоядерный синтез бомбов, в общем не термоядерный. Поскольку в аннотации она лежит в томе книги, в академ книги, везде в Петербурге, то судя по всему он петербуржец. Поэтому, если меня сейчас слышит в данный момент, было бы интересно, чтобы он со мной связался и у нас бы про эту вещь рассказал. Я думаю, хотя книжки я, конечно, не читал, он об этом бы рассказал гораздо лучше и интереснее, чем я. Я, потому что здесь коснулся всего лишь поверх. То есть есть люди, которые согласны с этой точки зрения, что это не термоядерный. Да, так это я и говорю. Но есть люди, что если плагода на огонь действительно не сходит, даже такие люди тоже есть. Даже в Википедии в одной появилась уже заметка по поводу того, что термоядерный не термоядерный. А в другой статье этого нет. Я думаю, что спецрейсом сейчас, буквально сейчас огонь доставляется в нескольких городах России. И что в Москве завтра это… Чудо будет. Да. Его явят, так сказать, предочери патриарха, и они зажгут этого святильника и в храме Христа Спасителя. Нет, не знаю. Это я параллельно просто о том, что как все-таки здорово мы живем в современном мире, где, может быть, подозрительный термоядер, но зато благодетно. А он… Несомненно. Да, несомненно. И на специальных самолетах его доставляют для этих страшнощек верующих. У меня даже было для пункта не на самолете, как по старинке, как… Бегуны? Да. А, да, да. Стопайте. А все это осуществляется так называемой организацией под названием «Фонд Андрея Первозванного», которая финансируется за счет отчисления скоммунальных наших платежей. Ну уж прям. Да. Там 17 или 30 миллионов. Значит, каждый из наших немножко поджигает тоже что-то да. Да. Вы являетесь спонсорами, оказывается. Спонсорами, да. Но сейчас, вроде бы, прокуратура вынесла представление, это дело запретили. Ну, такая мощь… Запретили же они преградили перечисления. Да. Никого не… даже не пожурили ничего. Так сказать. То есть, некрасиво, то, что ты говоришь о социальных проблемах, это как раз вот проблема и есть, несмотря на то, что все знают, что это не так, тем не менее все это поддерживают. Мы живем в мире не научно, не там, где наука поставлена на пьедестал, и люди на нее уравняются, считают, что это какой-то авторитет. Мы живем в мире. И до сих пор первобытные люди верят в чудеса. Понимаешь? Какая там еще… Какая физика, по-твоему? Но здесь же тоже некоторые люди верят в чудеса. Бесы! В этом твоем цилиндре. Что происходит в твоем цилиндре, могу сказать. Сначала один бес ударяет со всей силы, и маленькие искры летят, и там второй бес тогда взрывает остаток. Понимаешь? Вот что происходит на самом деле. А куда бесенят эти девайсы? Бесенят, а взлетают за все стороны. Или потом вселяются в людей, и это… И люди помирают. И люди помирают от этого, да? Логично. Что логично? Это простое объяснение, как устроена бомба. Причем здесь вообще все остальное? Так, а святой водой-то она лечится? А святой водой лечится, да. Так, если ее не окропили святой водой, то бесенят, они не вылетают. А вот так? То есть наоборот? Нет, они нас не лечат. Святых 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 водой. То есть если окропить святой водой, то… Англия святят. Англия святят. Если не окропить, то наоборот. Вот вам техпроцесс. Понимаешь? Техпроцесс такой. А по научному взрывается, есть там катализатор или нет катализатора? Угу. Ну и все. И так, что если взрыв выйдешь, атомный вдалеке, окрестился и крестил мгновением, и… И что тебе не навредит? Вот так. Вот простое оружие человека. А что, действительно? Опять-то миллион человек станут, как пояс обоговорится. Ну я же тебе говорю. Надо посмотреть просто. Будут опять кучками перебежать. Мы живем, на самом деле, в первобытном мире. Атомные бомбы взрываются. Атомные бомбы взрываются. Термоядерные бомбы взрываются. Метронные бомбы взрываются. Там в Иерусалиме-то… Как поджигают огонь. Да, там все там с такими шалившими глазами, все там тянут эти свечки свои к нему. Как же поддерживается идея тебе этого самого горячего термоядов? Ну не так же, не так же все это. Ну ладно, я говорю. Деньги уделяют. Значит, будем дальше говорить. Игорь, я просто чего говорю? Я говорю к тому, что то, что ты рассказываешь о науке, похоже именно, но действительно параллельно на то, что творится с благодатным огнем. Как и у ВИЗУ, там, какой-то специальный спецрейсовый спецконтейнер. Нет, но все-таки в науке, так сказать, много чего действительно реального содержания. Нет, ну вы сами подумайте. Огонь зажигается… Это вот где тут физика? Физика нарушена. Огонь зажигается из ничего. Просто из воздуха в определенный момент всегда владеет тот же. Каждый год. Это что-то типа шаровой молнии. Нет, нет. По заказам… Ладно, открывайте еще два заклада. Поехали!